Уважаемые коллеги, доброе утро, добрый день, добрый вечер всем нам. Очень рада вас приветствовать на первом нашем заседании общего собрания Всероссийской ассоциации следователей Южно-Чехьянского региона. Это знаковое событие, которое, на самом деле, я думаю, будет иметь очень прекрасное продолжение. Немножко хотелось уйти в предысторию, рассказать, как все это возникло, как возникла эта идея, как все это, в принципе, организовалось. Наш центр Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании был организован в 2009 году в Институте Востоковедения РАН на базе двух отделов. Отдела стран Юго-Восточной Азии и отдела Южно-Чехьянских исследований. Нас объединили и сделали, так сказать, единым целым. Собственно, именно вот в этот год, в 2009 году, я стала ученым-секретарем этого объединенного центра. И вся работа, собственно, она у нас пошла в едином русле. И нам стало жить очень интересно. Хочу сказать, что, безусловно, и в советские времена, и даже вот в какой-то период постсоветского времени исследователей и Юго-Восточной Азии, и Южно-Чехьянского региона было очень много. К сожалению, многие из ученых, которые занимались этими вопросами, изучением этих вопросов, они ушли из жизни. И можно сейчас говорить о том, что немножко направление наших исследований, оно такое находится. Не то чтобы опали, но исследователей очень мало. То есть их можно пересчитать по пальцам вот сейчас в нашей стране. Это, конечно, очень печально. И, к сожалению, каких-то консолидированных усилий по привлечению исследований в единое русло их не проводилось. Но надеюсь, что наша ассоциация, она воспоминит этот пробел. Но хочу сказать, что несмотря на все, так сказать, проблемы и тяготы, которые сопровождали нас в течение сложных периодов, исследование Южно-Чехьянского региона, оно проводилось в нашем центре. Вот в этом году, вот я могу сказать, что запланирована у нас большая конференция, 42-я, ну то есть, да, по числу, по наименованию, по числу можно понять, что как бы, ну, продолжаются исследования. 42-я конференция Южно-Чехьянский регион в прошлом и настоящем. Вот в прошлом году у нас прошла тоже, соответственно, 41-я конференция. По ее итогам была выпущена вот такая коллективная монография. Ой, извините, к верх ногами. Нет, не к верх ногами. Да, вот так. Вот. Ну вот, это 600 страниц с лишним. То есть, на самом деле, исследования, они не забыты, они проводятся. Вот. И индивидуальные монографии у нас тоже выходили по этим вопросам. Вот монография, соответственно, София Евгеньевна Поле и Дмитрия Кочеткова, посвященная, да, океане. Прекрасная работа, замечательная, иллюстрированная. Вот. Но могу сказать, что новый импульс, новый импульс эти исследования получили с приходом в нашу команду прекрасную. Николай Николаевич Миклухмаклая в прошлом году. Вот. Было выпущено научно... Ой, простите. Оно было у нас популярное, научно-популярное издание в количестве 5000 экземпляров, которое посвященное как раз исследованиям океане, которое было распространено для широкой массы, так сказать, всех страждущих. Вот. Это очень важный проект, который был реализован. В прошлом году в нашем институте состоялись выборы нового директора. И, соответственно, новая администрация, придя, так сказать, вступив в свои полномочия, она, собственно, осуществила поиск новых проектов. Вот. И одним из новых проектов стало создание на базе нашего центра, Центра Юго-Восточной Азии, Австралии, Океане, Центра изучения Южно-Тихианского региона под руководством Николая Николаевича Миклухмаклая. Я считаю, что это огромнейший шаг, огромнейший шаг именно в продвижении этого направления исследований. Потому что, ну, положа руку на сердце, надо сказать, что, да, действительно, мы делали, что могли, вот, но какие-то вот фундаментальные исследования, ну, и даже не просто фундаментальные, но и освещение текущих проблем региона не всегда было возможно. Вот. Простите. Вот. Соответственно, создание вот нашей ассоциации на первом заседании, в котором мы сегодня все с вами присутствуем, это еще один шаг в продвижении изучения этого прекрасного региона. Вот. Я надеюсь, что мы сможем донести и до нашего руководства там наверху важность, собственно, этого региона для нашей страны. Вот. Потому что нельзя терять позиции не в Юго-Восточной Азии. К сожалению, все мы знаем, что они были утеряны после распада Советского Союза. Сейчас они восстанавливаются очень тяжело. Вот. Сейчас, если есть такая возможность, нам нужны наши позиции, которые у нас есть, так сказать, в странах Южно-Тихоинского региона, их укреплять и, собственно, взаимодействовать с этими странами и рассказывать больше о том, что происходит, вот, какие есть исследования, вот. Но, в принципе, обо всем об этом у нас будет, я думаю, вся наша дальнейшая дискуссия, вернее, доклады, потом дискуссия. Вот. Спасибо большое за внимание. Передаю слово Николаю Николаевичу. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, во-первых, я хотел бы сказать, что для меня большая честь, что мы сегодня, у меня возложена возможность рассказать о том, что задумали мы совместным образом, потому что вся эта ассоциация, это, разумеется, общими усилиями, это дело, которое мы будем продвигать общими усилиями. И та повестка дня, которая у нас сегодня обозначена, она говорит о том, что мы сегодня в большей степени представим те планы, идеи, потом произведем некоторые премии, и дадим в итоге обратную связь, разослав всем все материалы для дальнейшего обсуждения. Но, несмотря на то, что это первое заседание, у нас уже есть программа, которую вы получили, и программа достаточно насыщенная, в которой можно участвовать. Программу эту можно будет корректировать в течение нашего обсуждения и вносить те предложения, которые вы посчитаете нужным. Дело в том, что действительно, вот мы говорили о том, что мало людей, которые сейчас занимаются этим регионом, но, конечно, Россия имеет огромнейшее наследие, наследие предыдущих поколений, о котором сказал Екатерина Михайловна, которые мы можем использовать и, безусловно, выгодным образом и очень достаточно быстро заслужить уважение то, которое к нам всегда и было, как к России, так и к ученым, которые занимались этим регионом. Я хотел бы проговорить все-таки по поводу ассоциации, поскольку наверное будет правильным рассказать о предмете и о целях ассоциации, несмотря на то, что мы об этом сделали рассылку, будет достаточно важным, если, наверное, я повторюсь, что все-таки ассоциация действительно добровольная объединение ученых в различных областях знаний, которые занимаются изучением Южно-Тихоокеанского региона. И площадка, в первую очередь, именно площадка для обмена мнениями, для дискуссий, она концентрирует именно информацию о научных трудах и постоянно их дополняет. Информирует о проведении конференций, выставок, грантах, иных научных мероприятиях и, соответственно, стимулирует и дает возможность ученым реализоваться благодаря общим усилиям, потому что, безусловно, развивая этот регион, мы все выигрываем, все те люди этим регионом. Ну и, конечно же, наука и в целом, и Россия как страна, которая действительно много внесла благодаря ученым в изучение этого региона. Направление деятельности мы это точно так же описывали, это изучение истории экономики, этнографии, культуры, внешняя и внутренняя политика, политика держав в отношении стран Южно-Тианского региона, традиции, современное состояние, культурное, духовное наследие, сохранение изучения научного наследия ведущих российских исследований в области изучения стран Южно-Тианского региона. Вот на этом я уже несколько раз останавливаюсь и говорю, потому что, действительно, это наследие достаточно богатое, к сожалению, не всегда оцифрованное и для молодого поколения не всегда доступное, потому что некоторые просто не в курсе того, что мы имеем. Я думаю, что одна из первых задач будет возможность непосредственно дать дать те труды, которые были уже сделаны для общего доступа или в оцифрованном виде, или уже, соответственно, на нашем сайте ассоциации, который уже создан и который позволит с самого первого момента видеть, что ассоциация, созданная совсем недавно, имеет богатейшее наследие. Я считаю, что мы фактически благодаря этой ассоциации продолжаем то многовековое наследие, которое у нас есть в изучении этого региона. То есть мы, несмотря на то, что вот наше первое заседание началось 14 минут назад, я считаю, что имеем опыт более чем 14 минут в изучении этого всего и, конечно, должны этим делиться. А виды предмет деятельности это то, о чем мы говорили и организации приведения в России за рубежом конференций сейчас позволяет это встречаться нам и делать конференции абсолютно без проблем, потому что, видите, режим онлайн и позволяет это делать в очень доступном виде. И самое главное собирать очень много коллег, которые этим интересуются. Ничего не требуется, только вот наша система подключения через Zoom. Осуществление редакционно-издательской деятельности, в том числе издания, монографии, учреждений, публикаций, научных журналов. Для этого у нас создан экспертный совет, который будет содействовать всему этому. Публикации журнала, нового журнала, о чем будет сегодня доклад Soft Pacific World под эгидой ассоциации. И содействие в развитии научных и образовательных, культурных, экономических, информационных и иных гуманитарных связей с государствами и негосударственными структурами Южно-Тихоокеанского региона Австралии и Океании. Я должен вам сказать, что на нашем заседании присутствуют также и представители посольств и даже сейчас мы нам которые будут содействовать нам безусловно в той программе научных исследований, которую мы будем закладывать для того, чтобы изучать регионы, потому что без полевой работы, без поездок, без возможности общаться с коллегами из других стран ассоциация не сможет быстро развиваться. поэтому в какой-то степени коллеги и посольства нам будут помогать и большое вам спасибо за то, что вы сейчас присутствуете здесь. Изучение и анализ достижений мировой российской науки по изучению Южно-Тихоокеанскому региону, выработка рекомендаций по их использованию в интересах Российской Федерации. Дело в том, что мы сами прекрасно понимаем, что тот богатейший опыт, который мы получаем, им нужно делиться и, конечно же, только опустошив этот стакан, мы сможем еще раз его наполнить, так вот, чтобы его опустошать и давать возможность делиться этими знаниями, нужно, чтобы эти знания мы делились не только в изданиях, а именно в прикладном виде для тех людей, которых интересует изучать этот регион, который занимается как бизнесом, так и политикой, так и научными исследованиями. И в этом плане большое спасибо за поддержку, участие и тех структур, которые заинтересованы в поддержке науки во благо и имея отношение к бизнесу, потому что я знаю, что у нас сегодня также присутствуют и высокопоставленные люди из бизнеса, которые занимаются им в этом регионе. И большое спасибо, что вы смотрите на это масштабно, понимая, что только лишь благодаря поддержке науки, вы можете, извините, и мы точно так же благодаря вашей поддержке можем развиваться глобально и серьезно и перспективно и выгодно во всех отношениях. И я обязан сказать, что разработка и реализация программ проекта с целью популяризации, изучения Южно-Тихо-Океанского региона и участие в разработке, обеспечении и реализации программ популяризации пропаганды, достижений отечественной науки и научных знаний среди молодежи. Как я вам сказал в начале моего выступления, к сожалению, некоторые не в курсе даже этого региона и не в курсе того, что мы сделали, наши ученые сделали, исследователи и общественные деятели в изучении этого региона и какие превосходные есть контакты, связи для того, чтобы их в дальнейшем развивать. Вот эта популяризация достаточно важна. Вот мы предыдущие издания, которые выпустили, научно-популярные, распространили более чем в 40 регионов. Одна из задач была наша, его не напечатать, 5 тысяч экземпляров складировать на складе, а именно распространить адресно в этих 40 регионах еще и непосредственно целенаправленно библиотеки. И вот здесь мы будем, я считаю, что использовать в какой-то мере опыт наш, как фонда, который имеет различные идеи, готов делиться для того, чтобы именно адресно донести информацию до широких масс. Потому что именно благодаря этому мы в дальнейшем получаем людей увлеченных, заинтересованных в исследованиях. Именно благодаря тому, что когда-то я знал об исследованиях Миквух Макла и смотрел на карту берега Макла. Именно когда-то эта детская мечта в интересе к этому региону сейчас, на данный момент, привела меня к тому, что я сижу напротив вас. И вот я думаю, что немаловажно нам и популяризировать этот регион среди молодого поколения. Осуществление экспертизы и предоставление экспертных заключений по вопросам входящих в компетенцию ассоциаций для государственных органов власти Российской Федерации в средствах массовой информации. Исключительно важно, я считаю, что и нам, конечно же, повезло, что у нас эксперты самого высочайшего класса мирового уровня, которые могут давать эту оценку. И должен вам сказать, конечно же, вот мы упомянули здесь о средствах массовой информации. Возможность давать четкую, правильную информацию для того, чтобы можно было без передергивания по некоторым фактам ее распространять. Это одна из самых важных задач. Мы, например, исходя из своего опыта, тратили огромное количество времени на то, чтобы добиться от средств массовой информации правильной подачи нашей информации, правильной и достоверной, что самое важное, исходя из взвешенной оценки действительно профессионалов в своей области. И вот здесь мы будем уделять внимание тому, чтобы информация от наших экспертов четко передавалась. И в случае, если это будет нечетко передаваться, мы будем, соответственно, следить за этим важным моментом, чтобы не было недостоверного распространения, сохранения вековечной памяти выдающихся отечественных ученых через реализацию научно-просветительских проектов, учреждений медалей, премии за выдающиеся научные и общественные просветительские достижения, в том числе для молодых ученых. Я думаю, что достаточно важно, чтобы мы все-таки признавали заслуги тех людей, которые внесли определенный вклад и признание одна из немаловажных вещей для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Поэтому я предлагаю также обратить для молодых исследователей и для тех людей, кто вкладывает в изучение этого региона свои усилия определенную программу поощрений. И медали и программа поощрений, я считаю, что будет двигать во многом и наше направление. Участие в научных, экспертных и координационных советах, комиссиях по важнейшим направлениям деятельности ассоциации. Здесь в этом плане мы открыты и мы готовы будем через ассоциацию аккумулировать всю предлагаемую информацию по региону и предлагать нашим экспертам участвовать в этих заседаниях для того, чтобы давать взвешенную правильную оценку по каждому региону. Здесь, конечно же, сотрудничество с коллегами из других и ассоциаций, организаций, посольств. Мы теперь открыты и теперь, если кому-то нужно узнать информацию о Южно-Тихьянском регионе, проконсультироваться у специалистов, они могут обратиться в ассоциацию, которая даст и предоставит возможность пообщаться с теми, кто в этом регионе хорошо разбирается. Содействие развитию международного и межнационального сотрудничества, сохранение защиты и самобытности культуры языков и традиций. Очень важный момент, потому что, конечно, через сохранение традиций российской, мировой культуры мы в большей степени понимаем себя, понимаем этот мир, начинаем с большим уважением, наверное, относиться и к своим традициям, которые у нас есть. Ну и для достижения поставленных целей у нас будут существовать и существуют определенные программы, план, который будет вырабатываться через нашу структуру, которую мы разослали. Безусловно, руководит ассоциацией общее собрание. Это общее собрание является главным руководящим органом, но для оперативного управления у нас выбраны непосредственно те позиции, которые позволяют и возлагают на себя определенную ответственность для того, чтобы процесс работы был реализован. Мы об этом поговорим детально и разошлем всю эту информацию, но я должен сразу же сказать, что огромное спасибо за участие в экспертном совете такого количества высокопрофессиональных специалистов. Не со всеми мы индивидуально смогли поговорить, но то, что ваше присутствие здесь, оно говорит о том, что вы нас поддерживаете и не просто нас себя поддержите, потому что это ассоциация для вас. По структуре мы на данный момент сейчас вернемся, наверное, к этому моменту. Сейчас я сразу уже скажу, что предварительно на общее собрание вносится кандидатура непосредственно президента Николая Николаевича Мухамакая, вице-президента Канаева Евгения Александровича, с которым вы хорошо знакомы, вице-президента по науке. Экспертный совет у нас по науке, который занимается предложением возглавить Александру Яковичу Масову, который, безусловно, в этом большой специалист. И в экспертном совете в самом находятся звезды, действительно, которые смогут управлять самой ассоциацией, давать рекомендации, экспертные оценки всему. Молодежный совет, который у нас сейчас может объединять людей из разных регионов, и благодаря нашим коллегам, которые имеют опыт предложения есть возглавить именно Гарина, Артем Александрович, он имеет достаточно неплохой экспедиционный опыт, и сейчас работает в Российской Академии наук и фонде фонде, и заслуживает внимания, поэтому предлагаю его также кандидатуру рассмотреть. Остафья Китерина Михайловна, которая сегодня модерирует все это дело, наше предложение в качестве исполнительного директора, я считаю, что если она согласится, окончательно это большое для нас честь, и то, что она исполнит это в лучшем виде, это однозначно, по моему мнению, значит, и также у нас экспертный совет, я сейчас если буду перечислять, мы немножечко вернемся к этому вопросу в конце, также у нас София Евгеньевна Поле, благодаря которому мы все и узнали об этой информации, с которой она вела переписку и ей поклон предложение, и она любезно согласилась на то, чтобы координировать эту деятельность как ученый-секретарь в тех моментах, когда у нас не будет, у нее не будет возможности, если она будет оперативно занята, Евгения Жовут, мой помощник по работе в фонде, она будет координировать эту работу по рассылке вместе с ней, то есть в этом плане это те предложения тех людей, которые предварительно уже готовили эту программу, и точно так же по если будут какие-то замечания или предложения, я предлагаю в конце это все обсудить, а сейчас я хотел бы пользуясь случаем поблагодарить еще раз за то, что мы все здесь собрались и предоставить слово послу Российской Федерации в Камбодже, который любезно согласился сейчас выступить и дать несколько комментариев по поводу создания нашей ассоциации, бревику Анатолия Васильевича. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемые коллеги, уважаемые участники такого важного общего собрания Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, и я по своей предыдущей работе в составе Министерства иностранных дел был тесно связан с Южно-Тихоокеанским регионом на этой почве мы установили деловые дружеские отношения с Николаем Николаевичем Николухом Аклайн, которые мы поддерживаем, активно развиваем. Хотел бы выразить признательность за возможность участвовать в открытии первого заседания общего собрания Всероссийской Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Хотел бы подчеркнуть, что страны этого региона имеют давнюю историю отношений и активного сотрудничества с нашей страной. Здесь прозвучала очень важная мысль о том, что мы должны не только восстанавливать, но и укреплять и развивать взаимодействие с этими странами, продвигать наши научные исследования, нашу культуру, язык в этом регионе. Запрос есть довольно большой со стороны стран региона на связи с Россией. Соскучились там по России, хотят с нами теснее сотрудничать. Я думаю, ваша ассоциация несет вклад заметный в это дело важное. Камбоджа является частью Юго-Восточной Азии. Сейчас я имею честь быть послом, но также является нашим давним партнером Азиатско-Тихоокеанским регионе. Также здесь заинтересованы в развитии и укреплении связей между академическими кругами двух стран, которые будут способствовать не только развитию научных связей, но и способствовать вообще в целом укреплению наших связей между нашими странами. Я думаю, наша задача обеспечить дальнейшее развитие этих контактов в интересах народов не только России, Камбоджи, но и всех народов и стран, которые расположены в регионе Юго-Восточной Азии и Южно-Тихоокеанском регионе. Пользуясь случаем присутствия здесь представителей Института Востоковедения Российской Академии Наук, хотел бы отметить, что в 2013 году был подписан меморандум о взаимопонимании из Королевской Академии Камбоджи и совместные исследования современных культурных, политических и этнических процессов Юго-Восточной Азии, также изучение культуры Камбоджи позволили бы обогатить научное сотрудничество между нашими странами. Но, к сожалению, мы живем сейчас в непростое время, нет такого практически места на земле, куда бы не проник COVID-19, сказать, что привело создавало много сложностей для поддержания наших связей, контактов. Ну, как бы, все равно мы ищем и свидетельством этого является эта видеоконференция и другие формы взаимодействия. Считаю, что эта форма тоже имеет свое право на жизнь и думаю, что, мое мнение, она останется с нами и будет дополнять наши личные контакты между учеными, между общественными деятелями России и этих стран. Хотел бы также отметить, что, если мы говорим о сотрудничестве в целом с Российской Академией наук, то здесь заинтересованы формализацией наших взаимоотношений по линии Российской Академии наук и Королевской Академии Камбоджи и здесь настроены, так сказать, в любых форматах, в любых форматах, в любых формах осуществлять это взаимодействие. Пользуясь случаем, хотел бы также отметить, что 13 мая 1956 года, то есть 65 лет назад, установлены дипломатические отношения между нашей страной и Камбоджи. И мы планируем эту юбилейную дату весьма торжественно отметить, в том числе с участием, не только с участием дипломатов, общественных деятелей, ученых, так сказать, ну, естественно, ковида здесь, так сказать, оказывает свое влияние на то, каким образом мы будем праздновать эту дату, но тем не менее, так сказать, мы используем все имеющиеся возможности для того, чтобы как бы это не стало очередной годовщиной, а действительно напомнило нам о давней дружбе, о нашем сотрудничестве, ну и дало импульс до дальнейшего укрепления связи. В заключении хотел бы пожелать всем участникам Собрания Всероссийской Ассоциации Тихоокеанского региона больших успехов, надеюсь, что воплотится ваша работа не только в конференциях, диалогах, обменах мнения, ну и таких важных и существенных научных работах. Со своей стороны я как посол и наше посольство готовы оказывать, используя наши информационные ресурсы, а готовы оказывать содействие в продвижении информации о деятельности вашей ассоциации. Желаю всем успеха и всего самого лучшего и главное здоровья в эпоху ковида. Большое спасибо, Анатолий Васильевич. Тогда мы продолжаем. Я передаю слово Екатерине Михайловне. Звука нет, Екатерина Михайловна. Надо звук включить. Да, прошу прощения. Благодарила Анатолия Васильевича за его выступление. Действительно, вот именно здесь, на нашей встрече, мы можем видеть в том, что наш все-таки регион, и Юго-Восточная Азия, и, соответственно, Южно-Океанский регион, это все-таки они регионы близкие, и нечто целое, и нам нужно развивать нашу деятельность совместно. В связи с этим, хочу передать слово, вернее, для дальнейшего выступления хочу передать слово Масову Александру Яковлевичу, который, собственно, тоже нам должен доложить о целях и видах предмета деятельности нашей ассоциации. Вот, пожалуйста, Александр Яковлевич. Спасибо большое, еще раз всем доброе утро, добрый день, добрый вечер, и скоро доброй ночи будем желать. Ну, Николай Николаевич, в общем-то, большую часть моей задачи выполнил, он подробно рассказал о целях, о перспективах ассоциаций. Я хочу добавить вот что. Ну, во-первых, большое удовлетворение мне, как одному из людей, кто давно занимается этой проблемой, мне большое удовлетворение доставляет сам факт создания такой ассоциации, потому что, честно говоря, это третья попытка, как кажется, удачная. Впервые такую ассоциацию предлагал создать еще патриарх российского австраловедения и океановедения Ким Владимирович Малаховский на первых заседаниях конференции ежегодной, которая проводилась и проводится в Институте Востоковедения. Потом такая попытка была сделана, дай Бог памяти, на рубеже 20-21 века и вот, наконец, нам удалось эту ассоциацию создать, которая, конечно же, будет координирующим центром, который позволит объединить усилия вот всех тех, кто занимается этим регионам. Еще одна важнейшая задача – это привлечение молодых исследователей, причем не просто соблазнять их интересом заниматься Южно-Тихоокеанским регионом, но, может быть, и взаимная помощь. Вот, скажем, у меня в Петербургском университете есть магистранты, которые занимаются или занимались Австралией, Новой Зеландией, и, конечно, можно обратиться через ассоциацию к специалистам, которые могут помочь советам или, может быть, согласятся выступать резидентами на защитах этих ребят, дипломов. Ну, у меня лично есть уже такой опыт сотрудничества с Еленой Викторовной Рудниковой, я очень рад, что она здесь присутствует, ну, а сотрудничество может стать многосторонним, и это было бы большой помощью молодым исследователям. Кроме того, ну, я позволю, кстати, остановиться в основном на научной деятельности ассоциации, потому что меня это больше всего волнует, кроме того, очевидно, мы можем положить начало не только взаимному информированию о новых публикациях, о новых статьях, информацию о которых желательно, чтобы члены ассоциации посылали в руководящие органы и размещали бы, может быть, на своей страничке этой ассоциации, но я думаю, что мы можем наладить работу по цифровке наиболее интересных статей или монографий членов ассоциации с тем, чтобы они стали доступны всем желающим. Я знаю, что большинство изданий сейчас цифруется, но есть ведь масса старых публикаций, которые до сих пор находятся в научном обороте, но они не всегда доступны, особенно тем, кто живет и работает не в самых больших и не в самых главных городах России. Тоже это было бы очень важное направление деятельности. Наконец, надо отметить еще и экспертную работу, причем экспертизы могут быть не только посвященные каким-то современным проблемам, возникающим в ходе развития России со странами Южно-Тихоокеанского региона, вообще-то это прерогатива Министерства иностранных дел, а не Академической Ассоциации. Мы тут можем выступать только помощниками, если об этом попросят, но мы могли бы заняться, скажем, экспортной работой, давать отзывы на рукописи, может быть, по просьбе авторов как-то делать какие-то критические замечания, не в смысле ругательные, а в смысле помогательные, если можно так сказать, авторам. Можно было бы, наверное, помогать диссертантам подбирать оппонентов и рецензентов по их работам через Ассоциацию, готовить отзывы на авторефераты, очевидно, поднять вопрос, может быть, Ассоциация получила бы право писать внешние отзывы, потому что те, кто связан с защитами диссертации по Южно-Тихоокеанскому региону, знают, что очень трудно подобрать оппонентов и внешнюю организацию. ВАГ создал ряд ограничений, что, скажем, члены диссертационного совета не могут быть оппонентами, что оппоненты должны быть из разных учреждений, значит, как минимум для кандидатской работы надо два учреждения, плюс третье в качестве внешнего отзыва, и всегда это вызывает определенные проблемы. Вот Ассоциация, на мой взгляд, могла бы быть координирующим центром и оказать очень большую помощь. Вот это то, что я хотел бы добавить, но, разумеется, мое мнение не может быть исчерпывающим, поэтому, я думаю, сейчас должна начаться дискуссия, закончу выступление маленькой необременительной просьбой, если общее собрание утвердит меня в качестве председателя экспортного совета, то прошу определить, сколько членов экспортного совета должно быть. Я не думаю, что это должно быть большое учреждение, но члены экспортного совета могут привлекать к экспертизе конкретной работы и других членов ассоциации, то есть экспортный совет в своей научной части, как мне представляется, тоже будет своего рода координирующим органом. Вот на этом позвольте мне свое краткое выступление закончить и предложить уважаемым членам ассоциации вносить свои предложения, замечания, может быть, какую-то критику тому, что мы сегодня делаем. Спасибо. Так, опять звука нет, Екатерина Михайловна. Да, прошу прощения. А теперь звук есть. Да, прошу прощения, Александр Яковлевич, огромное вам спасибо за ваше выступление. Действительно, поддержка молодых специалистов это то, что вот нам нужно на сегодняшний момент. Вы абсолютно точно указали, что очень сложно найти оппонентов и руководителей. Вот, и направление, вернее, вот наша деятельность в этом направлении, она действительно, я думаю, должна быть одной из основных. Вот, и предлагаю Николаю Николаевичу, как самому главному по нашей ассоциации вынести на голосование кандидатуру Александра Яковлевича в качестве председателя экспертного совета. Вот, а собственно, по составу экспертного совета нам, видимо, доложит Евгений Александрович Канаев. Спасибо. Да, конечно, господа, я предлагаю голосовать, и если вы не против, мы можем это сделать в режиме онлайн, да, я так понимаю, Ксения, или вы хотели бы, чтобы мы это делали по итогу? Я думаю, что да, в режиме онлайн, я не думаю, что будет кто-то против. Можно в чате написать, да. Или же поднять руку. Или поднять руку. руку поднимать. Всем спасибо. Ну, вот видите, как. Старым, добрым способом. Достаточно надежно. Вот желательно, наверное, определить количество членов экспертного совета, и сейчас последует, как я понял, предложение в его составе, но, наверное, участники собрания могут другие кандидатуры предлагать, или там отвергать кого-то, или какие-то корректировки вносить. Если в этом возникнет потребность, конечно, если нет, так и нет. Ну, какие предложения будут, пожалуйста, поактивнее, включайте микрофоны, говорите и свое мнение о работе ассоциации, об организационной структуре и о руководящем составе, для того и общее собрание, чтобы вот все это обсудить? Если можно, я бы хотел сказать, да, что по количеству членов экспертного совета, но, в принципе, я не думаю, что нужно ограничиваться как бы каким-то определенным числом, поскольку могут возникать новые, да, исследователи, то есть мы можем привлекать новых исследователей, соответственно, включать их в наш экспертный совет. То есть здесь должна быть, я думаю, градация по именно их заслугам в области исследований проблем Южно-Тихианского региона, то есть на это нужно обращать внимание. То есть я думаю, что на сегодняшний момент нам нужно утвердить те кандидатуры, которые есть, а в дальнейшем уже рассматривать те кандидатуры, которые будут поступать, соответственно, нашим общим собранием ассоциаций. Совершенно верно. Вот Евгений Александрович, как я понял, сейчас озвучит, но ведь мы можем и в переписке через сайт ассоциации какие-то дополнительные внести кандидатуры и предложить какие-то исправления, то есть ничто не должно быть догмой окончательной. Вот мне не обязательно это делать сейчас, вот сейчас я так понял, Евгений Александрович озвучит все это, ну и у каждого сформируется свое мнение. Да, коллеги, я это тогда сделаю с вашего позволения. Я предлагаю следующие кандидатуры, причем я исхожу из того, что люди, которые отслеживают публикации и по Юго-Восточной Азии, и по Азиатско-Тихоокеанскому региону в целом, эти фамилии знают очень хорошо. Прежде всего, это Владимир Николаевич Олотов, это наш известнейший вьетнамист, но Владимир Николаевич занимается не только собственно Вьетнамом и не только Азианом, он занимается более широкими азиатско-тихоокеанскими и евразийскими процессами, и конечно, он не прошел мимо и южной части Тихого океана. Это наше, скажем так, питерское направление, и я думаю, что кандидатура Владимира Николаевича отвечает интересам ассоциации самым оптимальным образом, но разумеется, имея в виду питерское направление, я не исключаю и других коллег. Вторая кандидатура это Сергей Витальевич Севастьянов, я до недавнего времени считал его нашим дальневосточным направлением, но оказывается Сергей Витальевич тоже переехал в Санкт-Петербург, но тем не менее Сергей Витальевич хорошо знает дальневосточников и мы могли бы даже его попросить провести работу с его коллегами из Владивостокского федерального университета, чтобы и рассказать о нас, и попросить их подключиться к нам. Сергей Витальевич занимается тоже Азиатско-Тихоокеанским регионом с акцентом, правда, насколько я понимаю, на Северо-Восточную Азию, но тем не менее, что такое ЮТР? Это и АТС, это и другие структуры экономического регионализма, это и Индо-Тихоокеанский регион, это в конце концов и офшоры на малых островах, и там заниматься есть, чем специалисту по АТР, может быть, даже без какой-то изначальной специализации на Австралии и Новой Зеландии. Третья кандидатура это Николай Павлович Малетин, это, я думаю, патриарх нашего направления изучения АСИАН, который тоже захватывал в своих работах южную часть Тихого океана, и Николай Павлович стоял у истоков журнала Юго-Восточная Азия, актуальная проблема развития, где печатаются в том числе статьи и по южной части Тихого океана. И еще одна кандидатура, которую я предлагаю, это Сергей Владимирович Михневич, который является и ученым, и одновременно практиком. Сергей Владимирович кандидат политических наук, и насколько я помню, он занимается китайско-американскими отношениями, ну а Индо-Тихоокеанский регион, что же это как не китайско-американский клубок противоречий. И помимо этого Сергей Владимирович является профессионалом практики, который занимает видную позицию в Российском Союзе промышленников и предпринимателей, и тем самым мы имеем возможность и быть задействованы в практических проектах, и донести практикам наши возможности подключиться к тем проектам, которые проводит РСПП, и, как мне кажется, совокупный эффект будет благоприятен для всех. Коллеги, я на этом со своими кандидатурами остановился бы, и если у других коллег есть дополнение, то, разумеется, все это мы будем только приветствовать. Спасибо, Евгений Александрович. Да, если можно, я бы хотела высказать свои пожелания. Я предлагаю в экспертный совет ввести Елену Викторовну Говар. это мое пожелание. В принципе, у нас еще много коллег, я думаю, в принципе, они сами, если захотят участвовать в деятельности нашего экспертного совета, они могут подать свои кандидатуры. Я думаю, что мы все кандидатуры рассмотрим, и по каждой кандидатуре вынесем свое решение. Но Елену Викторовну я очень прошу участвовать, потому что это было бы просто замечательно. Можно мне тоже что-то добавить? Вот Евгений Александрович предложил кандидатуры, которые, конечно же, позволят осуществлять связи в представлении, точнее, связи между Юго-Восточной Азией, Северной частью Тихого океана, Южно-Тихоокеанского региона, но я бы хотел предложить дополнительно ввести туда специалистов собственно по Южно-Тихоокеанскому региону, по Новой Зеландии, Австралии, которые, так сказать, всей своей научной деятельностью заслужили право рассматриваться как мэтры в этом научном направлении. Это прежде всего Владимир Павлович Алтаржевский, это отец-основатель, руководитель Новозеландской школы в Иркутском университете. Это, конечно, Елена Викторовна Рудникова, которая очень активно работает по изучению Новой Зеландии. Это Алексей Валерьевич Антошин. Вот добавить этих людей, ну, конечно, и других. Мы тогда будем иметь баланс между специалистами собственно по Южно-Тихоокеанскому региону и теми активными учеными, о которых говорил Евгений Александрович, которые занимаются в том числе Юго-Восточной Азией. Я думаю, будет гармоничное соединение северо-юго-тихоокеанского бассейна. Ну, и, конечно, я поддерживаю предложение и включение Елены Викторовны Гова, само собой, разумеется. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что это прекрасное предложение. То есть Николай Николаевич вы как у нас, как председатель имеете для нас голосовать или мы это все вынесем, так сказать, в такую форму онлайн-переписки? Я бы предложил еще Николай Николаевич Пузыни. У нас, конечно, будут еще люди, которые для того, чтобы войти в экспортный совет. Я предлагаю из-за тех кандидатур, которые у нас сейчас есть, провести сейчас голосование. Если есть по тем кандидатам, которые были предложены какие-то возражения или предложения или вопросы к кандидатам, то можно было бы сейчас задать. Мы бы тогда решили этот вопрос сразу же и пришли бы к следующему. Как вы смотрите? Я смотрю положительно, но я не думаю, что есть у наших коллег какие-то вопросы к кандидатурам, потому что действительно все кандидатуры это достойнейшие люди и я предлагаю голосовать. всем спасибо. Видео не включено, напишите в чат. Всем спасибо. Николай Николаевич, мы переходим к следующему вопросу или еще сейчас у нас будет обсуждение. Я думаю, мы перейдем к следующему вопросу. Хорошо. Евгений Александрович у нас выступил. Следующий вопрос у нас получается о нашем... Прошу прощения. Нюанс чтобы у нас было понимание, потому что Александр Яковлевич он непосредственно возглавляет совет ученых, которые будут координировать эти деятельности, а Евгений Александрович он вице-президент по науке. И вот в чем в этом разница? Я просто поясню, есть некоторые нюансы, потому что Евгений Александрович любезно согласился представлять в первую очередь у нас ассоциацию ученых, представлять нашу ассоциацию ученых в Москве именно по всем этим вопросам. Именно поэтому у нас есть такое разделение, потому что здесь еще представительская функция. Чтобы мы понимаем, не задвоение, а это объединенная работа, но она имеет еще некоторый функционал, поэтому мы это должны пояснить. Обязан пояснить. Евгений Александрович хочет сказать. Прошу прощения, кто хочет... А, да, Евгений Александрович. Евгений Александрович хочет сказать. Коллеги, буквально одно слово. И в чем я вижу виск президента нашей ассоциации по науке, я сказал бы здесь о трех вещах в отношении научно-экспертном отношении. Отслеживать современную ситуацию во южной части Тихого океана, потому что это и крупные проекты, это и экономический регионализм, это и китайско-американские противоречия, которые туда... Конечно, текст, в котором сейчас развивается южная часть Тихого океана, мы будем, вот, объединяя совместно усилия с Александром Яковлевичем. Второй момент это то, что мы будем продвигать там российские интересы таким образом, чтобы показывать всем, кто готов с нами разговаривать и кто готов нас слушать. То, что у нас есть абсолютно легитимные интересы в этой части мира и то, что эти интересы основаны на очень солидном историческом бэкграунде. Все мы знаем, что сейчас происходит, например, в том же Южно-Китайском море, когда китайцы говорят, что вот мы дали такие-то названия таким-то островам еще очень давно, и это способ легитимизации своего присутствия там, то, что мы выстраиваем полеику не на пустом месте, а у нас есть все основания говорить, что мы там присутствуем с полным на то основанием. Ну и, конечно, то наше богатейшее наследие, которое у нас есть уже, будет просто верхом неразумия, если мы не приставим к делу надлежащим образом. И третий момент, это научная дипломатия. И научная дипломатия, я это вижу, значит, вот как. Знаете, вот Австралия вела против нас расширенные санкции. Новая Зеландия присоединилась к санкциям против наших банков, и, конечно, сейчас у нас не самая лучшая ситуация. Но все-таки нам нужно сохранять некий переговорный трек, некий канал коммуникации, причем постоянный канал коммуникации и с этими странами, и с ПНГ, и с малыми государствами. Потому что, когда маятник качнется в другую сторону, а это произойдет, нам нужны уже будут готовые решения. И эти готовые решения наспех не делаются. Эти готовые решения на то и готовые, что они обозревают годами, и нужно над ними работать коллективно. Но и кто, как не мы, будем этим заниматься. И я, как вице-президент по науке, наверное, первое, что сделаю, это попрошу наших молодых исследователей представить нам с Александром Яковлевичем полный список того, что называют тэнк-тэнками. Вот такие же ассоциации, как наши. Университеты различного рода диалоговые площадки, где эта тематика присутствует и где люди этим занимаются. И потом вот мы создадим такую сетевую структуру, которая охватит уже не только российских исследователей, но и подключат интересных китайцев, интересных австралийцев, интересных европейцев, и вот научная дипломатия, она как раз и научная, чтобы поддерживать каналы коммуникации там, где официальные лица в силу разных причин не могут этого делать. И думаю, что мы с Александром Яковлевичем будем это делать сообща, и здесь не будет никакого дублирования, параллелизма, функций и так далее, потому что мы занимаемся общим делом, только подходим, ну, может быть, там с разных сторон, со стороны Москвы, со стороны Санкт-Петербурга, но дело мы делаем одно. Вот я это вижу примерно таким образом, и вот моя задача была этот момент прояснить, чтобы действительно, как сказал Николай Николаевич, не было ученицы, чем отличается вице-президент от науки от руководителя научно-экспертного совета. Совершенно солидарен с вами, Евгений Александрович, совершенно солидарен, спасибо большое. Большое спасибо, господа, тогда Екатерина Михайловна. Продолжаем. Следующее у нас... Уважаемые коллеги, огромное спасибо вам за ваше выступление. Евгений Александрович правильно сказал, что нам нужно действительно закрепить наши позиции. Я могу сказать, что месяц назад тоже в формате деятельности наших центров, Центра изучения Южно-Океанского региона, Центра Юго-Восточного Азии, Австралии, Океании, у нас прошла конференция международная, посвященная, собственно, русским названиям в нашем регионе, в Южно-Океанском. И авайбенот, как говорится, да, то есть если Китай имеет право заявлять свои претензии на какие-то там острова в Южно-Китайском море, то мы, конечно, Россия, она не обладает, вернее, она не пользуется такими, так сказать, рычагами и не говорит безапелляционно, то есть если мы это открыли, это наше, нет, но с другой стороны, да, действительно много русских названий, вот, мы планируем по итогам прошлой конференции выпустить коллективную монографию, вот, и в принципе все должны знать, что, да, вот какие-то географические объекты были открыты именно нашими учеными, именно наши ученые дали им свои названия, и, может быть, действительно, вот, в связи с этим наше, так сказать, политическое влияние должно быть направлено на эти страны, и, ну, не нужно упускать этого момента, потому что геополитическое влияние, ну, его нельзя вот так вот просто взять и отпустить, если отпускать все на свете, то, так сказать, мы останемся ни с чем, вот, поэтому, соответственно, нужно изучать, вот, нужно что-то, что утеряно возвращать, вот, может быть, мои слова звучат несколько, несколько, так сказать, агрессивно, вот, но хочется вернуть то, что было открыто нашими, так сказать, предками, и не упускать этих возможностей, потому что и так, ну, согласимся, да, что мы во многих регионах утеряли наши позиции, и восстановить сейчас их очень сложно, вот. Позволите, могу я буквально одно слово? Да, 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 конечно. Безусловно, вы знаете, даже не, эта конференция дала нам возможность понять, что, конечно же, это длительный процесс, процесс того, чтобы нам вернуть некоторые названия на карту официально легитимно, но благодаря этому самому процессу мы привлекли к этому внимание, и благодаря этому процессу у нас в любом случае есть своя уже электронная карта, на которую можем зайти и посмотреть. Это цепочка сохранения истории, которая в дальнейшем позволит налаживать общение и нам, и будущим поколениям в том числе, позволит это не забыть. Я думаю, что нам, конечно же, повезло, что мы сейчас на первом заседании действительно видим здесь и представителей бизнеса, и представителей комитета по внешним связям в Санкт-Петербурге, который, кстати говоря, оказывал неоценимую поддержку и был инициатором проведения этой конференции. В том числе и в том году мы проводили совместные Дни Папу и Новый Гвинеи, поэтому Евгению Григорьеву огромное спасибо за то, что он вошел в наши пописительские советы. Это возможность непосредственного взаимодействия со всеми нашими странами, которые нас могут интересовать. Комитет по внешним связям занимается и культурно, и гуманитарно, и экономическими связями. Низкие поклоны всем тем, кто организовывал это все и помогал, потому что здесь важно, что мы не только делаем те уникальные научные исследования, публикуем их, а в том, что эти публикации, эти научные исследования мы не кладем на полку, а даем возможность их использовать для решения экономических, политических, и сохранения исторической памяти в том числе. Также я обязан напомянуть, что мы сейчас также председатель правления Азер Анатольевич Талыбов, с которым мы разговаривали раньше, сейчас рассматривает предложение о возможности участия в нашей ассоциации. Мы с ним знакомы по другим вопросам замминистра экономического развития, с которым мы делали совместные мероприятия, связанные по работе в направлении Папу-Новой Гвинеи, и если сейчас уже, скажем так, подтверждение самого участия говорит о том, что мы занимаемся тем делом, которое может быть интересно, время на тех людей, кто занимается неинтересными делами, обычно не тратят. Поэтому я знаю, что и на этой конференции много других специалистов, мы сейчас затратим огромное количество времени для их перечисления, но низкий поклон за то, что вы здесь, и то, что вы здесь, мы сможем обсуждать совместную работу, помощь как от ассоциаций, так и от вас, ассоциаций в том числе. Извините, но я обязан был это сказать, потому что вначале я, к сожалению, не упомянул об этом. Большое спасибо, Николай Николаевич. Я вас еще попрошу, если вам не сложно, рассказать о плане нашем на этот год мероприятий, так сказать, конференций и прочих. Он у нас очень обширный, к сожалению, у нас как-то немножко выпало это из программы. Да, план обширный, абсолютно точно. Я даже сейчас пытаюсь найти его бумагу, для того, чтобы идти по нему, не отвлекаясь. Ну, во-первых, сейчас у нас идет рассмотрение возможности приведения совместно с Министерством иностранных дел мероприятия, приуроченного к 45-летию дипломатических отношений России и Папу-Новой Гвинеи, которая у нас будет 19 мая, подготовлено уже наполнение. Это программа экспедиции трех веков, рассказывающая об истории исследований этого региона и, в первую очередь, исследования острова Новой Гвинеи. Поскольку мы говорим о дипломатических отношениях, то самое интересное, что это подтверждает то, что говорили коллеги по вопросу научной дипломатии. Именно через науку мы сейчас не просто восстанавливаем, а даем возможность регулировать и общаться именно с теми государствами, с которыми мы поддерживали всегда связь через науку и благодаря науке. Поэтому именно экспедиция трех веков будет говорить об исследованиях именно этого региона, берега Макая и Новой Гвинеи. 17 мая она запланирована, институт востоковедения участвует в этом мероприятии активно в случае, если вдруг площадка не будет утверждена, то поскольку она сейчас находится в стадии утверждения, мы его проведем в институте востоковедения, который уже любезно согласился предоставить свою площадку. Если же будет площадка изменена, мы это дело пришлем всю информацию об этом. Но пока проведение запланировано на 17 мая, и мы будем исходить из этого. Формат мероприятия очно-заочный, потому что помимо самого выставочного мероприятия, мы наверняка включим туда еще и круглый стол обсуждений по вопросам именно сотрудничества с этим регионом и с этой страной. Тем более, что сейчас это очень актуально в период того, как Папу Новогвинеи сейчас активно готовы сотрудничать, и мы общаемся с ними регулярно, поэтому есть что сказать. Второе, это круглый стол посвящен актуальности и перспективам развития экспедиционных исследований в регионе, укреплению всесторонних связей. Это представление иллюстрированного журнала экспедиции трех веков по следам в Кухомаклая. Сейчас мы делаем этот проект и иллюстрированный журнал это именно цель популяризации экспедиционной полевой работы, научной работы, чтобы показать молодому поколению возможность именно работы и изучения этого региона. Ну и помимо всего прочего, это все-таки скажем так инициатива это издание, это в какой-то мере руководство для пользования для проведения некоторой экспедиционной работы, потому что опыт у нас достаточно значимый, как на современном этапе, так и в дальнейшем его терять нельзя, а в этом издании мы будем говорить как раз о экспедиционной полевой работе. Оно запланировано к выпуску и я уверен, что мы сможем помимо обсуждения этого издания еще и внести мероприятие, которое будет посвящено уже выпуску этого издания, обсуждения здесь организаторами выступает Центр изучения Житикянского региона, фонд, Всероссийская ассоциация, безусловно, и здесь возможны коррективы дополнения, поэтому я сразу же скажу, что здесь все возможно. на круглый стол современные исследователи острова Новая Гвинея, здесь мы сможем представить документальный фильм «Ассель Туй, потом Мактуя», интересный подход в плане показа, вот мы все время проводим исследования и рассказываем о том, как в том или ином регионе, не всегда получая информацию, а что думают о нас, вот, например, те же самые попуасы о Новой Гвинеи после исследования Миклуха Маклая, вот о том, что они о нас думают и каким образом они относятся к нашим исследователям и к Миклуху Маклая, расскажет именно тот потомок попуаса Туя, с которым мы проводили эту работу, интервью, интересный подход, 26 минут, есть возможность в этом плане взять как опыт ретнографической хорошей работы, так и сбора материала, так и возможность использования именно научной дипломатии благодаря вот подобным мероприятиям, поскольку этот фильм он переведен еще и на английский язык и там будет представлен буквально в ближайшее время за рубежом. Здесь также мы с гордостью могу сказать, что ассоциация уже участвует в этом всем мероприятии и приглашаем к участию. Округлый стол всестороннее значение работы Миклуха Маклая как современный ученый реализации внешнеполитических интересов России в 19-21 веках. Это разговор будет по собранию сочинений. Собрание сочинений Миклуха Маклая, которая вышла в свет в виде второго издания исправленного и дополненного. Главное, что есть в этом издании по моему мнению помимо того, что мы сделали конечно корректировки в плане редакторской именно работы, корректорской работы исправили какие-то опечатки, которые безусловно есть и существуют в любом издании. Здесь самое главное, что мы сохранили это полностью не просто оцифровав, а создав благодаря оцифровке, а после оцифровки переводы это на печатный лист, полностью новое издание. И, кстати говоря, вот у нас туда вошли сразу же еще статьи из современных исследователей, как водная статья о современных экспедиций, так и статья Елены Викторовны Говер, Андрея Туторского и Ристофера Бауэрда, которые рассказывают о наследии и истории исследований этого региона. И Николиха Маклай как в этом плане дает нам возможность понять, что то обширное наследие, которое существует, молодое поколение уже может использовать. Большой плюс, что мы будем также и презентовать это издание совместно с Институтом этнологии утверждено это ученым советом Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая, но здесь коллективная работа большого количества ученых, здесь работа и Российского фонда культуры, который во многом профинансировал эту ситуацию, которая в принципе была необходима, потому что если бы мы не смогли бы это сделать, то, к сожалению, просто бы мы потеряли все то, что и все то, над чем работали ученые в течение десятков лет, потому что нигде это, как выяснилось, не было в цифре и не было доступно для того, чтобы можно было дать молодому поколению. Вот это, я считаю, что неплохой пример, как мы можем и те, то наследие других ученых восстанавливать и давать для общего доступа. я должен также сказать, что это издание и здесь в этом плане и я бы хотел, чтобы ассоциация при поддержке, соответственно, нашего ученого совета дала возможность фонду имени Микрух Маклая безвозмездно распространить эти издания, а это семь книг, шесть томов, до научных и учреждений Российской Федерации, потому что мы готовы, как фонд имени Микрух Маклая, вместе, совместно с ассоциацией, безвозмездно предоставить эти издания адресно по запросу. Поэтому здесь предлагаю до того, даже как у нас эта конференция пройдет, начать уже сбор тех писем, которые, тех организаций, которые заинтересованы в получении безвозмездного этого издания. У нас есть около, вообще выше, тиражом 500 экземпляров, сейчас это доступно на сайте, специально созданном это бук Микрух Маклай. Мы сейчас сегодня ссылочку эту скинем, если Евгения даст возможность сейчас нам скинуть эту ссылку и по итогу рассылку сделаем. Но каждый сможет получить это великолепное издание в хорошем виде, так же, как все члены ассоциации безвозмездно. То есть, это такой уже первый шаг с нашей стороны. Ну и будем надеяться, что все то, что мы будем делать безвозмездно и благодаря поддержке наших организаций, грантов и далее, что нам очень немаловажно, что мы выработаем еще и то, о чем я говорил, это список тех программ и проектов, которые могут получать финансовую поддержку и будем ее в прямом смысле, как хорошо сказал, выбивать все необходимы для наших ученых, для того, чтобы можно было двигать и развивать науку, что это исключительно важно. Я также, может быть, хотел бы попросить Елену Викторовну два слова сказать, потому что для нас большая честь, что она с нами участвует, может быть, о шеститомном собрании сочинений и о том, как она воспринимает нашу ассоциацию, потому что я знаю, что она работала еще в советское время, и вот насколько ваше мнение по поводу создания ассоциации Елену Викторовну, помогли бы? Добрый день, большое спасибо. Я очень рада, что мы организуем такую ассоциацию. Это в России одни из древнейших традиций океанистики. Вот наряду с Англией и Францией мы были первыми сделавшими огромный вклад в мировую океанистику. И вот я думаю, что очень важно, во-первых, эти знания сделать доступными молодым исследователям в России нынешней. И вот эти идеи Николая Николаевича о такой базе данных, о публикациях чрезвычайно важны. Я сейчас готовлю свою старую старую работу в библиографии океании, которая так и не издана пока. Она насчитывает, я думаю, около 10 тысяч названий. И я сейчас ее перепечатываю, и можно будет сделать из нее и книгу, и электронную базу. И в нее добавлять оцифрованные материалы. То есть это сразу привлечет к нам внимание как большому потенциальному источнику информации. И вот в связи с вопросами о позиции России, об отношении к России в, так сказать, в западном мире, я думаю, что нам надо не просто говорить, что вот как на нас плохо смотрят, нас критикуют. Надо попытаться подумать, что мы можем сделать, вот что мы можем положить на стол сами. не просто заявлять, что вот это мы открыли, это наше. А сейчас в океане и, вероятно, в Юго-Восточной Азии, об этом я не знаю, но в океане огромный новый слой населения. Это молодые океанейцы, коренные жители, которые сейчас имеют смартфоны. У них часто нет электричества, но есть доступ к интернету через смартфоны. И они очень хотят, чтобы их культура, которую вывозили, как бы изучали и забирали, чтобы она вернулась к ним. И в электронный век это сделать не так сложно, но это даст нам огромный такой настоящий престиж. Вот мы говорили, прекрасные были слова о том, что научные работники это такие дипломаты, посланцы доброй воли. И надо обязательно иметь в виду не только западных ученых, не только западных политиков, но и коренное население. Вот Николай Николаевич уже с этим, так сказать, познакомился на Новой Гвинеи. Люди действительно хотят знать свою историю, хотят слышать то, что записывали, рисовали, собирали путешественники. И это все им можно вернуть в электронном виде. И это пользуется огромным уважением, благодарностью. Они могут включать это в программы средних школ. Вот на Новой Гвинеи мы сделали несколько таких пилотных проектов для Южного берега, где молодой учитель Папуас использовал мои книги с текстами об их деревне для того, чтобы обучать детей в школе, чтобы они учили не какую-то там английскую историю, а свою историю. И у нас огромный потенциал, мы только должны вот это собраться и заявить об этом, и быть открытыми. Например, когда маори из Новой Зеландии едут в Россию, они хотят увидеть артефакты собранные, они не знают кого спросить, куда, как. То есть мы можем стать таким посредником, центром. и нас будут уважать и ценить, и мы сделаем доброе дело, потому что мы поможем этим коренным жителям океании воссоединиться со своей культурой, которой собирали наши предки. Так что большое спасибо, и я надеюсь, что в современном мире мы можем использовать много идей, много новых методов, и создать что-то новое, немножко больше, чем это было в традиционных временах, когда мы просто что-то там публиковали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если позволите, одно буквально слово, я знаю, что вот сейчас очень важные вещи сказали по поводу того, что ученые объединяются, и настолько важно проводить дальнейшие исследования. Я просто знаю, что сейчас на конференции Игорь Ильиччининов вспоминая свою первую позицию, сразу же скажу просто свои личные впечатления, обязан поделиться, насколько мне было сложно найти ученых, которые занимаются этим регионом. Это было архи-сложно. Игорь Ильиччининов из Института науки и антропологии и Лебедева Арина, да. Да, Арина, боже мой, видите, поехала и в первую экспедицию 2017, когда герои не знали, куда ехать. Мы шесть дней добивались, добирались на самолетах, решали вопросы с визами, почему здесь еще, кстати, говорится о научной дипломатии. Вы знаете, нам с нашей научной экспедиции пришлось добраться до премьер-министра, чтобы решить вопросы с визами, поэтому без этого, видите, никак не обходится. Но в итоге эта экспедиция состоялась, и я исключительно благодарен коллегам, которые поверили в меня тогда человека, который тогда был с мечтой, как мы говорим, детства, осуществить сохранение памяти о том человеке, о котором знали в то время миллионы, точнее, в моей молодости миллионы. А в конце концов это родилось в то, что сейчас мы объединяемся, изучаем этот регион совместно с мэтрами. И вот два слова Игоревичу, буквально как человеку, который оказался в этой экспедиции, можно буквально дадим ему? Да, конечно, конечно. Пожалуйста. Большое спасибо для меня. Меня слышно? Хорошо? Да. Видно. Для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, и я очень рад, что такая ассоциация в итоге создана в нашей стране с большими перспективами, огромными планами. Я думаю, все они осуществимы и будут реализованы в ближайшее время. Действительно, так и сложилось исторически, что в нашей стране океанисты были так называемыми штучными учеными. Их всегда было очень мало. Не знаю, с чем это связано, но никогда не было в научных учебных учреждениях каких-то крупных групп со специалистами по этому региону. Я надеюсь, что с этого периода ситуация будет меняться, и в ассоциации будет очень много полномочий, чтобы привлекать к изучению этого интересного экзотического региона очень много молодых специалистов. Поэтому я думаю, что будут сформированы многочисленные образовательные программы, чтобы они были распространены не только в вузах, но и в средних школах. По стремлевациям среди школьников Москвы и ряда других городов я понимаю, что даже у детей появляется очень сильный интерес к культурным традициям народов этих далеких стран. Я очень надеюсь, что в ближайшее будущее это все будет только выставлено на новый уровень. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Викторович. В настоящий момент вы знаете, у нас еще один вопрос был упущен. Простите, пожалуйста, Николай Николаевич. Молодежный дискуссионный клуб у нас Павел Сергеевич. Я его, к сожалению, не вижу в участниках. Евгений Александрович, есть ли у нас Павел Сергеевич? Вы знаете, у нас Павел Сергеевич безусловно в участниках. Единственный момент, что мы все-таки в начале я говорил, дали Артему Гарину право возглавлять именно это молодежное направление, потому что все-таки больше экспедиционный опыт и уже Российской Академии Наук. Все-таки мы хотим уже высокий брать. Я поняла, да, спасибо большое. Вот. Уважаемые коллеги, у нас сейчас на повестке дня очень важный вопрос, на самом деле принципиальный вопрос. То есть мы должны с вами проголосовать за, собственно, поскольку наша ассоциация только создается, мы должны проголосовать за председателя. Вот. Соответственно, мы всем нашим, я думаю, общим собранием выдвигаем кандидатуру Николая Николаевича Миклуха Маклая на председателя, собственно, Всероссийской Ассоциации следователей Южно-Тихианского региона и прошу всех собравшихся проголосовать. Я за. Спасибо, уважаемые коллеги. Вот. Далее по кандидатурам, я думаю, может представить всех Николай Николаевич, и если какие-то кандидатуры, они, в принципе, могут дальше решаться в рабочем порядке, мы можем все это решить в рабочем порядке, это на усмотрение Николая Николаевича, или мы перейдем уже дальше к нашей повестке дня, вот, все на усмотрение Николая Николаевича. Пожалуйста. Я предлагаю Артема Алексеевича утвердить, он, к сожалению, не может сказать ни слова, у него потерян голос, мы можем его показать, только он может махать нам рукой, вот, Артем, могли бы, где вы у нас, был Артем, был, да, он модерирует наше мероприятие, поэтому он не может не быть точки зрения, вот, чтобы мы вас видели хотя бы. Два слова скажу, Артема я видел в деле, его пригласил на ряд мероприятий в Папу-Новом Вене, со мной он был дважды, после этого его пригласили в Российскую Академию Наук, он занимается как лаборатористированием, также он работал и работает, продолжает в фонде как в Молодежном Совете, и те мероприятия, которые у нас проходят, он также реализует, поэтому в этом плане предлагаю его в качестве действительно руководителя этого направления, но это сразу же скажу, та позиция, как по моему мнению, которая должна объединять и привлекать по всей стране молодежь, а не только аккумулировать, то есть он будет выходить с предложениями к нам, а уже экспертный совет будет утверждать это направление и, соответственно, ассоциацию и дальше инициировать вовлечение молодежи или же адресное или же общее, это уже мы будем решать. Предлагаю тогда проголосовать, мы быстро можем это сделать, кто за? И, если бы позволить у нас София Евгеньевна, вы знаете, ну не получили бы мы информацию и еще правильным образом собраны, и не получил бы я много важной информации именно по этому региону, если бы не София Евгеньевна Поленинская, ей поклон. И я бы хотел предложить ее как ученого секретаря наших собраний, человек, который действительно настолько высокопрофессионален в своей сфере и имеет огромное количество публикаций. Большое спасибо, что она любезно согласилась на эту позицию. как я и сказал, что мне бы хотелось, конечно же, два слова ей дать все-таки, чтобы она сказала об этом деле. Спасибо большое. Это, в принципе, есть мои два слова, чтобы не отнимать время у людей. Так что еще раз благодарна, рада вас всех очень видеть и надеюсь, что это очень хорошее начинание, которое понесет свои плоды. Всем большое спасибо. Голосуем? Ну вот, отлично. Тогда также я должен сказать, что Евгения Жовы будет осуществлять в этом плане это не требует голосования, а осуществлять взаимодействие по нашей ассоциации как мой помощник по той причине, что некоторые моменты все-таки будут оперативны, если она будет рассылать. Если вы не против, господа, то она это будет делать исходя из того, что вы уже выбрали меня президентом ассоциации. Я уж, если позволите, вас просто об этом информирую. А здесь это невыборная позиция. Екатерина Михайловна, тогда вы, конечно же, дальше, да? Мы идем по повестке. Да, спасибо, Николай Николаевич. Если, так сказать, по остальным кандидатурам, остальные кандидатуры, видимо, будут утверждаться уже общим собранием и как-то так, вот, то тогда я хотела перейти бы к следующему вопросу. Это к созданию, собственно, журнала, журнала South Pacific World. это будет совершенно новое, совершенно, так сказать, уникальное издание в нашей стране, вот, поскольку на самом деле опубликовать свои научные работы нашим и научным сотрудникам, и аспирантам, да и студентам, вот, в каких-то ведущих изданиях практически невозможно. Какая у нас идея? У нас идея создать электронный на данном этапе, на данном этапе электронный журнал научный. До недавнего времени, ну, то есть, вот, последние все годы, все статьи, посвященные Южно-Тихианскому региону, публиковались, соответственно, в нашем журнале, который включен в список ВАГ и в белый список Высшей Школы Экономики Юго-Восточной Азии, актуальные проблемы развития. Вот, этот журнал у нас существует с 1998 года, вот, издание, как бы, оно уже себя зарекомендовавшее, вот, но понятно, что, собственно, его название немножко расходит с его содержанием, то есть, всегда возникали вопросы, да, а как же так, вот, журнал у нас называется Юго-Восточная Азия, и вы там публикуете работы по Южно-Тихо-Океанскому региону. Ну, мы говорили о том, что, господа, ну, вот у нас, собственно, центр, он у нас называется Центр изучения Юго-Восточной Азии, Австралии, океане, и, собственно, поэтому мы публикуем работы, собственно, и наших ученых по этим вопросам и всех прочих, вот, ну, конечно, это немножко неправильно, вот, и, то есть, вопрос о создании отдельного издания, он уже, на самом деле, вот, назрел. Я надеюсь, что мы в этом году его прекрасно реализуем в форме, так сказать, электронного издания. Задумки, задумки, так сказать, они немножко, наверное, расходятся с реальностью, потому что понятно, что хочется сделать его, сразу включить его в скопус, вот, сразу достичь каких-то высот, вот, но я все-таки думаю, что нельзя отказываться от русского языка в нашем журнале, вот, то есть, у нас была дискуссия по поводу, да, вот того, в каком формате принимать статьи, вот. Николай Николаевич у нас будет главным редактором этого журнала, вот, и я, как заместитель главного редактора, я высказываю свое мнение, у нас, как бы, есть коллеги, да, которые могут мне что-то противопоставить, вот, но я все-таки считаю, что от русского языка отказываться в нашем издании нельзя, вот, нужно обязательно оставлять русский язык, да, могут быть публикации на английском языке, мы их приветствуем, и это будет очень здорово, то есть, если они будут доступны всем и за границей, и в нашей стране, вот, но все-таки русский язык, мы живем в России, вот, и пусть, да, сейчас в нашей, так сказать, науке есть ориентация на скопус, есть ориентация на Web of Science, еще какие-то иностранные базы цитирования, вот, но все-таки мы должны ориентироваться на аудиторию, на нашу аудиторию, и популяризировать наше исследование не только среди лиц, прекрасно владеющих английским языком, да, имеющих какие-то знания, вот, но и среди всех прочих, вот, поэтому я думаю, что все-таки у нас будет журнал наш, он двуязычный, вот, что касается редколлегии, на сегодняшний день у нас прекрасные наши коллеги, они согласились быть участниками нашей редколлегии, вот, но, к сожалению, у нас только, по-моему, три, три иностранных участника для все-таки выхода на какой-то международный уровень, на уровень скопуса, но нас, к сожалению, к этому принуждают, вот, нам нужно привлечь как можно больше участников редколлегии из наших наших коллег из других стран, вот, поэтому я прошу всех, у кого есть связи, есть друзья, так сказать, есть коллеги, с которыми общаются, вот, просто предложить им участие, вот, в редколлегии, в нового журнала, это абсолютно, как бы, я думаю, что это почетно, интересная такая работа, вот, что касается приема статей, здесь были некоторые предложения по продвижению, так сказать, отдельно работ молодых ученых в соавторстве, так сказать, с корифеями, так сказать, наших исследований, вот, но я думаю, что все-таки отбор публикаций должен осуществляться на базе слепого рецензирования, что это значит, это значит, на качестве статьи, неважно, кто ее написал, абсолютно неважно, будь это, не знаю, ученик десятого класса, с третьего класса, интересующийся изучением, так сказать, нашего региона и посвятившийся всю свою жизнь, так сказать, вот этому, вот, или будь это человек, который, так сказать, всю жизнь занимается изучением этого региона, то есть здесь главное дело качества, и в принципе, все статьи, которые будут публиковаться в нашем журнале, они должны, так сказать, допускаться к публикации именно с этой точки зрения, с точки зрения качества статьи, с точки зрения ее соответствия, так сказать, всем требованиям и международных публикаций, публикаций, так сказать, принятых в наших журналах, то есть иногда выдвигаются некоторыми людьми какие-то там фантасмагерические какие-то предположения, еще что-то такое, то есть понятно, что каждое исследование, да, которое будет публиковаться, должно быть обосновано, должны быть ссылки, то есть все это должно быть хорошим, качественным исследованием, и неважно, кто его написал, то есть никаких преференций, я вот вам могу сказать, что вот как замглавного редактора, я бы не хотела давать никаких преференций, ни нашим корифеям, ни собственным, каким-то молодым ученым, все будет зависеть от качества, если это хорошая статья, то она должна быть опубликована, вот это мое, так сказать, мнение, вот если мнение главного редактора с ними совпадает, ну мы, значит, будем по этому поводу дискутировать, вот, собственно, это мои основные доклады по нашему будущему журналу, пока у нас все еще в работе, потому что сейчас, я говорю, самое главное нам создать редколлегию, вот, все-таки в редколлегию надо нам добавить еще обязательно иностранных ученых, после этого мы подадим список редколлегии на утверждение нашего ученого совета, и запустим, так сказать, сам процесс регистрации нашего средства массовой информации, вот, и будем над ним работать. Спасибо. Николай Николаевич. Екатерина Фанна, большое вам спасибо. Я, вы знаете, и с одной стороны согласен, что мы должны на английском языке давать возможность знать миру о российских ученых, и с другой стороны, разумеется, привлечь молодых исследователей для того, чтобы они ознакомились с этими статьями, не только как ученые, просто интересующиеся этим регионом, на русском языке было бы проще. Поэтому вариант двуязычный с моей, по моему мнению, кажется актуальным, если мы поддержим общие планы и ассоциации, потому что журнал все-таки при ассоциации, и популяризации этих направлений, и в то же время продвижение его как научное издание. Если есть мнение, я бы хотел, конечно же, чтобы высказались, потому что для этого мы здесь и собрались, и мэтры, которые здесь присутствуют, нам в вашем маникаже. Александр Яковлевич, вы не могли бы, как у нас председатель все-таки нашего экспертного наученного совета, могли бы... Я согласен с тем, что прозвучало относительно журнала. Преференции, очевидно, не нужны, хотя благорасположение к членам ассоциации, очевидно, будет иметь место. На русском языке надо издавать, но если будет возможность делать расширенные аннотации на английском, не так, как обычно, там полстранички, а, скажем, две страницы аннотации на английском, то было бы хорошо. Мы бы тогда убили, если не двух, то, по крайней мере, полтора зайца. И русского читателя удовлетворили бы русским текстом, и можно было бы достаточно подробно изложить основные тезисы статьи на английском языке. И, совершенно верно, надо приглашать иностранных ученых в редколлегию журналов. Ну, вот то, что можно добавить. Так, в принципе, все правильно было сказано. Нам не мешает, в принципе, статью делать полностью на английском втором. Это можно, кто хочет. Да, разумеется, кто хочет, и кто может, можно и на английском. Но основным языком, на мой взгляд, все-таки должен быть русский. Спасибо, спасибо, Александр Яковлевич. Да, действительно, давайте, тогда мы, может быть, примем положение о том, что наши, так сказать, аннотации, да, на английском языке, они должны быть, ну, вот, допустим, ноль-одна авторского листа. Да, это будет правильно, да, то есть, это даст определенное представление о содержании работы, и, так сказать, при желании, да, всегда можно обратиться к автору и попросить, так сказать, его прокомментировать. Спасибо. Статьи на английском языке давали бы две странички на русском. Да, да, хорошо, мы все это пропишем обязательно, обязательно пропишем. Екатерина Михайловна, если можно, маленькое дополнение. Видите ли, я предложил бы писать размеры аннотаций не в каких-то совершенно абстрактных категориях наподобие странички или авторские листы, а в количестве слов. Это, во-первых, количество слов в англоязычной аннотации согласно требованиям скопус это 250 слов. То есть, отталкиваться от слов как базовые характеристики. Вот, это первое. А второе, для того, чтобы сайт журнала, поскольку журнал электронный, был максимально привлекателен для иностранных участников, раз мы хотим звать иностранных коллег в редколлегию, вот все метаданные журналы должны быть обязательно на английском. Обязательно на английском. Русский язык может быть основным для статей, для основного текста, но сайт в начале должен смотреться на иностранном языке. Спасибо. Огромное спасибо Антону Олеговичу. Я немножко поясню. У нас Антон Олегович на самом деле очень выдающийся ученый. Вот, и долгое время он у нас был замглавного редактора. Все вы знаете наш академический журнал «Восток». Долгое время он исполнял обязанности самглавного редактора. И в принципе он знает все, как это делается. Я думаю, что к его мнению нужно прислушаться. И мы обязательно сделаем все так, как он рекомендует. Антон Олегович входит в нашу редколлегию. И... будем делать так, как он предложил. Уважаемые коллеги, пожалуйста, если кто-то еще что-то хочет сказать. Да, Евгений Александрович, пожалуйста. Нам нужно в вопросе о журнале учитывать очень много нюансов. Если мы поведем его в Science Scopus, то первое, во что мы упремемся, это то, что журнал все-таки должен быть англоязычным. Если у нас в планах это есть, то тогда хотим мы того или нет, но мы должны будем этому формальному правилу подчиниться. Еще важный момент. Если мы приглашаем иностранцев, то естественно они не смогут давать полноценные рецензии, полноценные отзывы на наши русскоязычные публикации. И получается, что у нас будет какая-то искусственная и может быть не вполне даже естественная ситуация, что у нас будут люди уровня Карла Тейера или Мужинске. Все знают, что это известные австралийские специалисты по Южно-Китайскому морю, а процента 80 статей у нас будет на русском языке. И получается, что все-таки и у наших читателей, и у чиновников, которые это будут регистрировать, возникнет масса вопросов. А что эти ребята вообще здесь делают и не являются ли они просто вот такими свадебными генералами? Это первый момент. То есть нам нужно будет внимательнейшим образом все продумать и, может быть, не спешить с решениями, потому что хотим мы того или нет, но от нас требуют публиковаться в международных базах данных и журнал будет ценен в значительной степени именно этим. Это первое. Второе, это то, что нам нужно будет обязательно вести отдел рецензий. Люди любят читать про себя главным образом, и им понравится, когда в журнале будут публиковаться рецензии на их работы. Но поскольку у нас все-таки очень мало людей занимается этим регионом, то мы довольно быстро иссякнем, рецензируя наши серьезные монографии. И, конечно, нам нужно будет выходить на монографии интересных австралийцев, американцев и так далее. И писать это на русском означает совсем простую вещь, что в Австралии, Америке и других странах об этой рецензии просто не узнают, а вот на английском узнают. И со временем это позволит набрать такую критическую массу, когда журнал станет уже узнаваем и пойдет вот тот самый эффект мультипликатора. и значит последний момент может быть нам имеет смысл выделить отдельно рубрику трибуна молодого исследователя, потому что опять же мы все друг друга знаем и часть того, что мы знаем это наше бесконечное сетование, что у нас нет достойной смены, но в воздухе все это висеть не может. Если мы готовим достойную смену, то это очень конкретные вещи с публикациями в том числе. И поэтому наверное может быть нам всем коллективно подумать о том, чтобы вот этот раздел в журнале создать наравне с журналом о рецензиях. Ну а молодым людям опять же значит будет интересно позвенеть о себе не только в рамках нашей страны, но и в общем-то чтобы тебя заметили и за рубежом тоже. Вот как я это называю в прошлой жизни, то есть в предкоронавирусной, я думаю просто отбоя не было от студентов. Дайте мне характеристику, дайте мне рекомендацию, я поступаю в такой-то, магистратуру такого-то, иностранного вуза, сякого-то и базовое значит условие того, что человек подает туда документы, это наличие публикации, и конечно этим ребятам малоинтересно публиковаться на русском языке, потому что даже если он поедет учиться в Европу, то ему интересно показать на английском языке, что да, я буду там учиться на образовательной программе по Азии, но пусть в Европе ничего страшного, и у меня уже есть несколько публикаций в хороших российских журналах, но естественно базовые условия это именно английский язык этих публикаций. Так что я предлагаю сделать вот какую вещь. Очень хорошо, что мы сейчас затронули этот вопрос, потому что мне вообще нравится товарищеская полемика как форма взаимодействия, и мы должны, продумав все нюансы, принять именно вот некое наше согласованное решение, руководствуясь тем, что нас должны хорошо знать, нас должны заметить, мы должны двигать себя и в российском, и в международном академическом пространстве, и здесь я поддержал бы то, что сказал Антон Олегович, вот все-таки с пониманием того, что мы должны четко понимать, четко представлять себя, чего мы хотим в конечном итоге и от ассоциации, и от журнала, который является основным продуктом нашей ассоциации. Мы можем это обсудить сейчас, мы можем это оставить на потом, но это должно быть именно очень глубокое и очень нюансированное обсуждение действительно важных вопросов. Спасибо, Евгений Александрович, за ваше выступление. Да, понятно, что мы должны ориентироваться на то, что нужно кому-то. Но все-таки я против удаления русского языка из публикации нашей Луны. Можно несколько слов? Да, да, пожалуйста. я присоединяюсь к мнению Екатерины Михайловны. Дело в том, что я имею отношение к редакции одного из журналов, который входит в «Сайенс», и достаточно хорошо знаю эту среду. Понимаете, мы ведь с вами хорошо знаем, что немало российских журналов русскоязычных, они вошли в эти базы данных. И войдя в эти базы данных, они получили в том числе и среди зарубежных исследователей определенный авторитет. Зарубежные исследователи читают не только на английском языке статьи, как показывает практика. Мне, например, когда у меня выходили статьи в российских русскоязычных журналах, сразу же приходили отклики из самых разных стран мира. которые показывают, что эти журналы отслеживаются за рубежом. То есть мы с вами что за примерами далеко ходить? Вот вспоминали о журнале Восток, ведь журнал Восток он тоже вошел в международные базы цитирования, но он не перешел на английский язык. То есть на мой взгляд действительно такая тесная связь между английским языком как единственным языком, на котором публикуются статьи, и вхождение в международные базы цитирования, но она достаточно спорна. Я думаю, что мы действительно вполне можем сделать журнал двуязычный, как, собственно говоря, и происходит в целом ряде российских журналов, которые вошли в международные базы. То есть публиковать статьи и на русском языке, и на английском языке, прежде всего, конечно, публикуют такого рода статьи иностранные коллеги, которые будут публиковаться в нашем журнале. Это, кстати, может быть даже теоретически. Я, например, знаю такие журналы, которые входят в международные базы, которые публикуют также статьи на французском и на немецком языке, например, французов и немцев. То есть на мой взгляд, здесь действительно от русского языка отказываться действительно нецелесообразно. Спасибо. Коллеги, можно я добавлю вот такую вещь? Мы можем принять вполне компромиссное решение и сделать журнал двуязычным, но при этом давайте будем учитывать вот какую вещь. Ну хорошо, проводим мы конференцию с иностранным участием и выпускаем, например, тематику по итогам этой конференции. Ну и получается, что если у нас будут условные австралийцы, китайцы, индусы, европейцы и мы, и мы это будем публиковать значит на русском языке, то получается, что выхлопа от этой конференции не будет практически никакого. и конечно нам нужно думать еще и о том, как нам привлекать в наш журнал зарубежных специалистов, причем не только в качестве членов редколлегии. и все-таки хотим мы того или нет, но и с формальной, и с одержательной точки зрения, как мне кажется, очень неплохо, если у нас будут публиковаться известные ученые из тех же стран южной части Тихого океана, ну и я, знаете, очень сомневаюсь, что все они знают русский язык и все могут написать полноценную, хорошую, грамотную статью на русском языке. То есть мы можем пойти вот каким путем, мы можем сделать сам журнал двуязычным, хотя, конечно, мы должны сохранить его англоязычное название South Pacific World, а, например, тематические сборники нам под мероприятие, нам никто и ничто не мешает выпускать на английском языке, и тем самым мы с одной стороны задействуем и наших англоязычных рецензентов, опять же, приглашаем иностранцев, но не знают они русский язык, и зачем они нам нужны, если у нас 80% статей скажем на русском языке, то они будут там, я уж не знаю, говоря простым языком, просто для мебели, чтобы они присутствовали, говорят коллеги, и все, но у любого человека, который посмотрит на эту ситуацию, естественным образом возникнут вопросы, так что мы можем, ну, я не знаю, 50 на 50, 60 на 40, вот такое соотношение вывести, и дополнительно к этому делать тематические на английском, где наши иностранные и рецензенты, и авторы будут задействованы просто в максимальной степени, и всем будет хорошо, вот что бы коллеги сказали по этому поводу. Коллеги, если позволите, вот еще одну ремарку, Сергей Микневич, может быть, тоже, как можно было бы попробовать выйти из Цукцванга, если позволите? По опыту, в частности, тоже ряда наших журналов российских, входящих и в, собственно, в перечне ВАГ, и в Скопус с Web of Science, например, я имею в виду в Весе международных организаций, там редакторская коллегия, собственно, и, собственно, порядок издания журнала подразумевает не всегда полное дублирование русского и английского текста, то есть, в принципе, во-первых, у выпусков журналы несколько расходится временной промежуток, ну, то есть, как правило, английский выходит чуть попозже, и зачастую может различаться состав статей, то есть, в принципе, как возможной опцией могло бы стать публикация, к примеру, не абсолютно зеркальных вариантов журнала, но через тоже, опять же, какой-то промежуток времени, ну, таких сводных выпусков, которые бы могли объединять сразу несколько англоязычных статей из разных журналов. Единственное, конечно, здесь вопрос возникает по выполнению требований, то есть, насколько, что нужно сделать, чтобы, скажем так, и дополнительное избыточное усилие не прилагать, и при этом, чтобы издание, скажем так, соотносилось с требованиями действующих и баз данных, ну, и, собственно, нашего любимого ВАКа. Коллеги, это сложно, это сложно, потому что это деньги. Дело в том, что предлагает Сергей Владимирович, это два журнала, но, словно, первый номер за 2021 год будет на русском и на английском, это дополнительные деньги, и я не уверен, что нас это устроит. Нет, но если они есть, то это снимает все вопросы, но я не скажу попробовать все-таки зеркаль, действительно, сделать неким образом объединительные выпуски, то есть, как вариант сознательно развести. Плюс еще вариант с Евгением Александрович, проблемой, которую вы обнимали по переводу собственно статей, я опять же могу судить, например, по выпуску Вестника. Там переводы, ну, и, собственно, как бы делали непосредственно русскоязычные сотрудники, то есть, как возможное решение. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, дискуссию эту мы с вами продолжим, так сказать, между членами редколлегии и... Членами в узком, так сказать, формате. Вот, к сожалению, нам сейчас нужно уже заканчивать наше первое заседание. Михаил, если мне, пожалуйста, можно прям вот одно слово насчет переводов и так далее? Я лишь хотела поделиться опытом своим в плане английского языка. Мне достаточно на английском языке вот эти самые 250 слов на китайском сайте. Я копирую, вставляю в переводчик Google и получаю абсолютно адекватный текст. Так делает сейчас весь мир. На арабском языке, на японском языке. Достаточно маленькая аннотация на английском и международном языке, да, общения. Дальше копируется статья, вставляется в переводчик Google и получается адекватнейший текст. Честность слова. Поэтому никаких денег, ничего, достаточно 250 слов. Русский язык, русский текст, какой изначально предложено. И дальше переводчик Google нам в помощь. Вот, извините, что оставил свои два слова и все, отключается. Я хочу добавить, что, безусловно, все соображения имеют право на существование. Все это очень важно. Вариантов много, но обсуждать это надо составом редакции, а не на общем собрании, потому что это, в общем-то, идеологически, технические вопросы издания журнала. И надо это в кругу тех, кто будет им заниматься непосредственно обсуждать. Хотя все... Полностью поддерживаю, Александр Яковлевич. Вот. И поэтому, поэтому, уважаемые коллеги, всем огромная благодарность, кто сегодня присутствовал на нашем заседании. Вот. Для заключительного слова, вернее, заключительное слово передаю Николаю Николаевичу. Вот. Николай Николаевич, пожалуйста. Большое спасибо. Я тогда о технических моментах, как мы пока начнем взаимодействовать. У нас существует почта с инфо с расширением нашей ассоциации. Именно на эту почту большая просьба писать те вопросы, которые нас будут все интересовать. я предлагаю один из вопросов, который достаточно важный. Мы говорили о наших проектах, о том, что ассоциация может заниматься различными направлениями. Мы предложили пока план ассоциации, план мероприятий. Я прошу внести предложения тех, которые могли бы в рамках нашей деятельности быть актуальными, которые мы могли бы разработать и уже и обсудить на следующей программе. Примерить их на возможность финансирования, примерить на возможности реализации, примерить их для того, чтобы это было вставить их в программу нашей ассоциации. Поэтому большая просьба вот именно с этими предложениями можно было бы, эти предложения можно было бы внести, а в дальнейшем уже обсудить уже ученым советом соответственно с Евгением Александровичем, насколько они актуальны и дальше уже посмотреть их реализацию. Дальше у нас по нашей записи на данный момент будет у нас есть на канале YouTube Маклай Фаундейшн, это относится к фонду сам ресурс на канале YouTube. Предлагаю пока не менять опыт, что мы можем уже завтра загрузить и там же посмотреть нашу запись. И если вы не против, вот мы скинули фильм последний в этом году 175 лет на Кухомалка, и поэтому пользуюсь случаем в связи с тем, что есть такая возможность, предлагаю его посмотреть, прокомментировать, знать о том, что следующая программа, которой мы хотели бы это рассказать о его деятельности научной более подробной и снять по этому фильму вместе с экспертным мнением, как вот Александр Ящич предложил экспертов по этому направлению, тем самым мы привели бы и научную, и научно-популярную деятельность по этому направлению. И соответственно исходя из планов ассоциации по вековечной памяти и сохранению, тоже бы это все вложилось бы в наш план, в нашу программу, это то, что мы конкретно сейчас можем делать. Поэтому если мы напишем как специалисты отзывы об этом фильме, будет неплохо, потому что это уже работа определенной ассоциации по этому мнению, по мнению на этот фильм. Дальше у нас вопросы взаимодействия соответственно и дальнейшей программы мы будем высылать на почту и конечно же мы разработали удобную форму, которая у нас уже есть на сайте ассоциации для вступления в ассоциацию. Мы говорили о членских взносах, их нету сейчас, этих членских взносов, хотя любая ассоциация предполагает эти членские взносы. Вот согласно уставу у нас записано, что членские взносы существуют, но мы если вы позволите пока не определяем их стоимость и каждый имеет возможность поддерживать финансовую ассоциацию в той мере, в которой он считает это возможным как своей работой, так и финансово в зависимости от того, насколько он готов это делать. И мы наверное в первую очередь должны всех нас поздравить с тем, что мы сделали очень большой шаг, я считаю, потому что сейчас по моему мнению собралась элита людей, занимающихся этим регионом, кто-то еще к нам присоединиться по каким-то моментам техническим не смог это сделать, все-таки поскольку у нас ассоциация еще ассоциация создана с целью вовлечения ученых, я бы хотел дать слово Александру Яковлевичу знаете еще почему, потому что когда-то когда мы думали о том, как можно это сделать, вот именно он подал мне идею, Николай Яковлевич, а вы знаете, мы хотели ассоциацию, а все как-то не получалось, и вот с благодарностью к нему, с кем-то поклоном, то что он мне дал эту идею, а я уже дальше начал это совместно с коллегами, совместно со всеми это реализовывать, я бы хотел два слова, чтобы вы сказали по научной части и ваше мнение. если говорить два слова по научной части, то в сухом остатке обсуждение этой научной части привело к тому, что вырисовывается четко два направления. Одно это, так сказать, изучение в академическом ключе истории, этнографии, экономики, другое, то, о чем говорил господи, я еще не всех запоминаю, Евгений, вот ваше отчество я до сих пор не помню. Евгений Александрович. Евгений Александрович, да, это разработка дипломатических моментов и дипломатика исторических моментов позиции России, продвижения ее интересов, сохранения того, что мы еще имеем. Это второе направление научной деятельности, такое актуальное, которое может иметь непосредственно практическое значение. И, конечно, вице-президент этим и может, и должен заниматься. Тогда получается, что научный экспортный совет займется такими более традиционными академическими исследованиями, что не мешает честному и благотворному сотрудничеству вот этих двух, если можно так сказать, подразделений. Но смысл моего выступления к тому, что у нас сегодня выявилось вот эти два направления научной работы, и каждый из них может найти свое отражение в журнале, который сейчас планируется, но его особенности русский, английский язык, может быть, двуязычный журнал, это нужно обсудить редакционному совету, редакционные коллеги, потому что все-таки вопрос достаточно технический, с очень такой серьезной идеологической подоплекой, что мы хотим и как этого достичь. Поэтому пока по итогам совещания, по итогам нашего собрания, я вижу достаточно светлые перспективы у научной стороны деятельности нашей ассоциации. Спасибо. Александр Ильич, большое вам спасибо, и мы, безусловно, сейчас начнем уже, мы имеем право говорить о том, что у нас избран состав, мы имеем право теперь и размещать это на сайте информацию, заниматься этим наполнением для того, чтобы и вовлекать больше членов ассоциаций, поэтому большая просьба пригласить со своей стороны, мы понимаем, что у нас за организация, со своей стороны, тех членов ассоциаций, которые могут начать взаимодействие, а мы, соответственно, внесем некоторые корректировки, исходя из нашего общего собрания, то, что мы предложили, и будем уже реализовывать документально, я имею в виду регистрацию и все остальное, потому что это все занимает определенное время. И поздравляю нас всех, я считаю, что этот день, день, который уже вошел в историю, входит в историю, сегодня мы подготовим материалы, и, безусловно, для того, чтобы эту историю делать, мы сделаем информационную рассылку не только среди членов, а и в прессе о том, что ассоциация начала участвовать, работать, соответственно, то, что мы и говорили, то есть это информация СМИ о том, чем мы занимаемся. Поэтому всех поздравляю, огромное спасибо за то, что мы все вместе, и мы помним, что ассоциация это наша ассоциация, в которой мы делаем то общее дело во благо науки и человечества. Спасибо, Николай Николаевич, за ваше завершающее слово, но я тоже, как модератор, хочу со всеми попрощаться, всем спасибо за участие, всего самого доброго, до встречи на наших собраниях, и, собственно, будем переписываться и достигать какого-то консенсуса в наших вопросах. Всем спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.